Ваня, ты сам пойдешь первый что ли? Ну давай, шагай. Всем доброе утро! Мы идем в школу, в садик. Шагайте, проходите, Ваня мама ждет. Давай маме ручку. На автобус. Всем желаем хорошего дня и хорошего настроения. Я одела курточку, чтобы проверить, как буду себя чувствовать, если будет холодно. Но сегодня у нас не холодно, нормально. Я в одной футболке, вообще, слушайте, классно. Шагайте, шагайте, ребята, на автобус идем. Мариночка сегодня тоже в садик идет. Вчера она профилонила дома, просидела, сегодня в садик идет. Ладно, шагаем. А у нас идет снег. Ужас! Снегопад! Я сходила на маникюр, такой небольшой маникюрчик сделала, чтобы хоть поприличнее впервые ехать. И сейчас иду домой. Ой, какой снег. Посмотрите, как у вас погода. Хотела показать. Муж у меня сегодня приготовил вкусный-привкусный борщ. Напишите, что вы приготовили. Дорогие друзья, у нас идет снег. И я поехала в город за комбикормом. Как вам моя куртка? Мне кажется, на мне куртка эта классно смотрится. Плюс еще маникюр сделала. Короче, к поездке в Пермь мы с Машей готовы. Маше обувь есть, все есть, все готово. Документы завтра последние заберем. Так что поедем послезавтра в Пермь. У нас вечер. Я конфетку ем, поэтому, извините, немножко решила конфетку съесть. И у нас снег метет сегодня целый день. Ветер и снег метет. Ну, а я пошла в садик за мелкими. Поэтому так вот. Мы пришли уже с садика. Я купила сгущенку вареную. И сгущенку обычную. Буду делать торт. Дорогие друзья, я сделала крем. Из масла сливочного, сгущенки и какао. Плюс у меня будет еще вареная сгущенка. И обычная сгущенка. Может, какие-нибудь слова напишем. И коржи у нас. Мы хотим два коржа вместе сделать. Но если что-то получится, то смотрите, если вам интересно. Приступаем. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой простенький торт у нас получился. Чисто просто с чаем попить. Егор сейчас поставлю свечку, задует. И все, и будем чай пить. Никакого у нас сильно торжества не будет. Так чисто. По-семейному. Крем, кстати, очень вкусный получился. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Дорогие друзья, у нас время уже ночь. Ребятишки у меня все спят. Я хотела ответить на пару вопросов, которые под последним видео были. Настя, ты что, в фильме собираешься на гулянку, что ли, какой-то, что ты так прям наряжаешься? Ребят, это я говорила, что я поеду в платье, но это не факт. Потому что у нас тут опять холода наступили. Я хотела в платье ехать, но я поеду в спортивном костюме. И в парке. И поэтому вот так вот. Дальше. По поводу парки. Ой, Настя миллионер, ей задонатили, или же она продала все свои вышивки. Вышивку я вообще ни одной не продала. Доната не было, сразу говорю. Не надо плести всякую ерунду, чушь. Парку я себе взяла в долг. Там просто у меня знакомая работает. Она меня очень хорошо знает. Живем мы с ней рядом. Поэтому она мне... Я у нее спросила, я говорю, можешь дать в долг и до зарплаты я тебе отдам. Да. Три пятьсот. У нас для нашего города это, по сути, недорого. У нас все такие куртки дорогие. Дешевле вы найдете совсем-совсем тоненькую. А это взяла я немножко как бы на синтепоне, только тоненькая парочка. Поэтому мне она нравится. Вам не нравится? Пожалуйста. Дальше. В Инстаграм выставила фотографию, как дети сделали плакат. Нет, начали. Там писать всякие гадости. Вам что не имется? Мне что сказать, девочки, молодцы, или что-то. Вы всякую чушь несете. Честно? Обидно. Спасибо всем, кто поздравил ребенка. Многие просто начали... Я там очень много в Инстаграме удалила комментариев, которые просто начали гадости писать. Под этой фотографией. Вам не нравится? Так вы не смотрите, пожалуйста. Вы зачем смотрите-то? Я ничего понять не могу. Да, это наша жизнь. Да, мы так живем. И что? Многие мне нравятся. Вот, господи. Честно? Да, по поводу покраски волос. Я же не говорила, что я иду в парикмахерскую. С чего вы так решили? Да, я хотела покрасить волосы. Но я не крашу, потому что не до этого пока сейчас. Ой, написали. Да Настя едет в Пермь к любовнику. Ребята, я в Пермь каждую неделю, да, катаюсь ради любовника. Ну что ж вы? У меня же там несколько любовников. Я же к ним еду, а не в больницу. Господи, ну всякую чушь мне с этого, честно говоря. Ладно, бог вам судья. Ничего не буду говорить. Ну вот, это вообще полная жесть. По поводу того, что видела долго грузится, я не виновата. У нас сегодня, вот, например, связи вообще никак не было. Я пыталась весь день с самого утра. У меня со вчерашнего даже ночью, вот, я поставила на загрузки. У меня весь день грузилось. Одно видео у меня весь день грузилось. Вчера вот как я по ужинам покормила детей, смонтировала, пыталась загрузить. И вот только сегодня к вечеру оно у меня загрузилось. Так что вот так вот. Завтра мы с Машей идем на прием. Берем документы. Едем в Пермь. Да, у Маши есть обувь. Не переживайте. У Маши есть ботинки, в которых она поедет. Завтра покажу. Сейчас уже ночь не буду доставать их. Завтра обязательно покажу. Так что не бойтесь, у ребенка есть в чем ехать. А то написали, да, она их заклеит. Сейчас в них поедет. Нет, ребенок в них не поедет. Ребенок поедет в других. И плюс мы хотели еще зайти, посмотреть и кроссовки какие-то. Посмотрим там. Завтра поедем на прием. И по пути зайдем, посмотрим кроссовки. Так что вот так вот. Потому что она хоть в спортивном костюме ехать. А кроссовки тоненькие. Еще как бы рано одевать. А надо теплые кроссовки. А теплых кроссовок у нас нет. Поэтому зайдем на рынок. Там к знакомому. Возьмем у него кроссовки теплые. Так что вот такие вот дела. Дорогие друзья, надеюсь я на ваши вопросы ответила. Давайте не будем сочинять в комментариях всякую ерунду. По поводу там. Не знаю, я уже не знаю. Знаете, там столько нас сочиняли, что просто ужас. Вот читаешь комментарии, из-за этого потом и плохо становится. И голова начинает болеть. И все на свете. Потому что пока я еще не научилась не реагировать на комментарии. Я получается все равно потом ревую еще. Ну, стараюсь держаться, но пока еще не очень. Да, по поводу дня рождения. Сейчас спрашивают, что же они Егорке подарили. Это уже наш проблем. Что мы хотели, то мы и подарили. Говорить в этом не будем. В видео. Ребенок доволен, но слава тебе Господи. Сегодня звонила мне бабушка. Поздравила сегодня Егорку. Она сегодня мне раз в 10, наверное, позвонила. Она путает время. У них же на 2 часа разница. У нас если 10 часов, то у них 12 часов. И она звонит. А что, Егор уже пришел со школы? Я говорю, нет, бабушка, еще не пришел. Опять потом звонит. Егор пришел со школы? Я говорю, нет, бабушка, еще не пришел. И так вот много раз она мне позвонила. Ну вот потом она мне позвонила, когда я уже в садике была. Я говорю, бабушка, я в садике, я приду, я тебе перезвоню. Она говорит, хорошо. Я только домой пришла, и опять бабушка звонит. Ну она поговорила с Егором, поболтали. Они довольны оба. Что бабушка, что Егор остался доволен, поболтал. Так что вот так вот. День рождения особо так. Плакат вот дети сделали. Плакат подарили ему. От меня подарок был. Папа его поздравил. Чай попили с тортиком. Ничего такого особо не делали. Потому что мне не до этого. У меня сейчас документы готовы в Пермь. Едем в Пермь. Да, многие спрашивают, Настя, когда же все-таки придет твой анализ? Завтра пойду в детскую поликлинику. По пути сразу зайду во взрослую. Узнаю, пришел или нет результат крови на гормоны. Я уже, вот честно, уже месяц прошел. Почти. Да, почти месяц. А результат все еще не пришел. И вот вы мне говорили, он быстро делается. Блин, да если сказали месяц делается, я что теперь сделаю? Пишут. Она врет, она ничего не сдавала. Ну, ребят, это ваше дело. Говорите, что хотите. Это ваше дело. По поводу лекарств. Пью, принимаю лекарства. От сердца и... Ну, там, от переутомления, как получается, лекарств. Наоборот, как-то показать в видео, какие лекарства я пью. Потому что меня просили. Ну, вот все еще не... Ну, сейчас уже ночью не пойду искать. Завтра покажу, постараюсь заснять, показать вам. Так что вот так вот. В целом, все нормально. Дома хорошо все, дети все живы, здоровы. Да, к зубному ходили лечить зубик. Марине, я знаю, что вы будете спрашивать. Сразу говорю, лечили зубик. Марина все хорошо. Ходит в садик. Также продолжает. Ребята в школу ходят. Как бы изменений плохих у нас. Слава богу, ничего плохого в нашей семье не происходит. Все только хорошее. Все самое лучшее. Ладно, дорогие друзья, пойду я спать. А то я уже устала, если честно. Всем желаю всего самого хорошего. Будьте чуточку добрее. И мир к вам потянется. Всем крепкого здоровья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok